Напыльно, самое страшное для каждой мати – пережить своего детятей. И не имеет значения, чего он загинул от хворобы, подчас военного конфликта, т.е. у вынеку несчастного выпадка, одиноцтва, это хочет, как приговор. По областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» кажут, что День Мати – свято добрый и пяшчетный. Тому наведывание женщин, которые страдали своих детей, это не просто еще одна акция, а махчимость реально да помахче одиноким и состарелым. Тем больше, что только уручением подарунков визит не обмяжовывается. Необходно выслухать человека, доведаться о его проблемах и при необходности да помахчим. Прочим, просьбы оказываются самыми розными. Я все могу делать – истирать, убирать, и шить, и езать, и вышивать. Я хотела что-нибудь передать в церковь, полотен, чтобы я посмотрю, понимаете. Надо посмотреть, чтобы там Матерь Божия. Некто из этих женщин страчиво одно дитя, нехто у сих. Могут быть, правда, унуки, а леяны, как правило, далекая, наведываясь нечасто. Некоторым допомагают социальные работники, однако выполнять всю работу и ныне могут. Волонтеры червоных окрыжей нет чего не отмавляются. Некому обещают ваконные рамы пофарбовать. Некому допомогать навести парадок на дворовой территории. Хоть поведомить об своей просьбе можно не только зараз. Активисты покидают номеры контактных телефонов. По вугле акция, початая в день мать, будет иметь протяг по некаких причинах. По-перше, наведать у сих за один день просто немогчимо. А по-другому, у этой организации сопрадуюсь могчимости для оказания необходимой допомоги. И в дальнейшем наши волонтеры будут посещать, оказывать помощь, навещать одиноких пожилых. Мы постоянно заботимся о одиноких пожилых людях. Это приоритетное направление нашей деятельности. У нас работает служба сестер милосердия, в которых на патронаже именно одинокие люди, которые остались совершенно одни. Им оказывается медико-социальная помощь. Также у нас есть волонтеры, которые приходят и помогают им на дому, поддерживают, разговаривают с ними. Олег Синчеров, Дмитрий Родзянко, ТЭЛЕ, радиокомпания «Гомель».